Да, можно говорить. Кроме белков и жиров. Или такое. И самая страстная дура из города Эстромадура. Понятно. Когда-то невероятно талантливый актёр Смоктуновский, играя князя Мышкина, я вдруг сделал рукой жесты Андрея Андреевича Маркова. И я-то плакал. Я был в театре. Я увидел руку Андрея Андреевича. Это потрясающе. А? Это потрясающе, да. Ну, теперь добавление об Александрове. У Александрова было одно кредо. Надо брать ответственность на себя. Когда ему предложили стать ректором университета, он первый раз пригласил меня в ректорский кабинет. И спросил меня. Я был у него староста семинара. Виктор Абрамович. Ну как? Вот мне предлагают стать ректором. Соглашаться? Я говорю, конечно, нет. У вас останется меньше времени для научной работы. А Лобачевский был ректором, ответил он мне. И он был ректором в течение 13 лет. И как все признают, он был образцовым ректором. Я не скажу, что Александр Данилович всегда был прав. Когда бы стоял вопрос о том, отделять или нет вычислительный центр, группу, ломим, в самостоятельную организацию, он сказал, вычислители должны быть как прачечные при ученых. То есть у него не хватило понимания, что компьютер сам становится самостоятельной наукой. колоссальной, которая потребила целое поколение следующих талантливых математиков. Здесь он ошибся. Он не был религиозным. Но он чрезвычайно много времени уделял самоценности науке и считал ее образцом нравственности, чистоту научных критериев. И по его завещанию друзья-альпинисты положили на его могилу камень, а его жена сделала так, что надписи «Академик» нет, но с дикой боку есть надпись его изречения. «Поклоняться только истине». Вот то, что я хотел добавить. Теперь давайте сменим я тему. Теперь я расскажу о работе со школьниками. В 20-е годы вплоть до 30-го года прием в ВУЗ определялся социальным положением. Если ваши родители состоятельные люди были, особенно если до 17-го года, вас не брали в университеты, дорога вам была закрыта. Вера Николаевна Фадеева при всех своих талантах смогла попасть только в областной ПЕН-ВУЗ, потому что у ее отца была, простите, мереница. И вот это стали ощущать ВУЗы. Им не хватало закваски способных, талантливых ребят, получивших как ленинг домашнюю подготовку. И первым, кто это сказал, был Долане. Борис Николаевич Долане предложил великую идею. Давайте проведем Олимпиаду старших выпускников и победителей примем без экзаменов автоматически. И у нас будет небольшая, но группа на закваске. Это же крепко поддержали Владимир Иванович Смирнов и Виктор Горис Григорий Михайлович. И под их эгидой этих трех людей в 34-м году весной была проведена первая Олимпиада. На этой первой Олимпиаде особо отличилось 11 человек. Одного из них премии не дали. Дело в том, что его фамилия была Атаганцев. Атаганцев это отец его был тот, кто был как считался организатором группы и был расстрелян вместе с поэтом Гумилёвым. И поэтому его сына Атаганцева нельзя было как-то официально награждать. А 10 были отмечены как победители. И было решено закрепить эту правила. Делане сказал, что среди них есть один совершенно невероятный человек. Он решает любые задачи, которые ему предлагают. Он не школьник, он рабочий из завода. Эти люди были все приняты в университет. Это рабочий из завода имел фамилию Оловянишников и стал первым любимым аспирантом Александрова. И в этот момент спец органы докопались, что он скрывал свое происхождение. Его мать была из знатного богатого купечества, а его отец был офицарский офицер. Что он скрыл? На этом основании он был уволен из университета с пятого курса и отправлен на фронт без славной первой финской войны. К счастью для него он вернулся живым. И как демобилизованного солдата его восстановили в аспирантурию. но он успел получить диплом с отличием и стал аспирантом у Александрова. Но его отправили на фронт новой войны. Он был первый раз ранен, вернулся и лежа в госпитале написал две замечательные работы, которые после войны Александров напечатал. Потом снова ушел на фронт. Я воевал в тех местах в те годы и знаю какая носорубка там была. И оттуда уже Оловян Юшников не вернулся. Он погиб. Где-то в районе Красного Бора за Колпино. Я там был. Когда Александр стал ректором, он не только издал работы Оловяниши и работы второго своего погибшего аспиранта Либермана Йосеф Либерман. Прекрасный аспирант у него был второй. Но у них была разница в возрасте на 10 лет. Оловянишников пошел рабочим на завод потому что знал что его так не примут. А потом как победитель Олимпиады попал. Он погиб под Таллином. Либерман. А? Либерман когда погиб. Ясно когда. Я думаю что он не доехал до Таллина. Он после ранения и публикации работы защиты они оба успевали будучи раненными провести защиты и не вернулись. Ну Александров о них написал отдельную статью и она в собрании его сочинения вероятно будет. Она называлась Настоящие люди. А я написал и о третьем о Костеллянце который со мной был на одном курсе который вместе с которым я написал на втором курсе первую в жизни печатную работу и который на третьем курсе решил проблему опубликованную нерешенную Колмогоровым в успехах на ум а потом погиб. Более того он сделал еще открытие в области прицеливания зенитного и через день после его гибели пришел приказ отозвать его в конструкторское бюро для разработки этого произведения изобретения. Пинхус Ошарович Пятарас Каравич по паспорту Костеллянце Ну ладно И так образовалась практика Настолько это понравилось математикам что на следующий же год создали научную станцию для одаренных школьников и предложили учителям всех школ направить туда желающих и хорошо учащихся по математике и физике учеников для занятий в общегородских кружках этой научной станции. Происходило это в вечернее время и меня учитель школьный послал туда мне там очень понравилось преподавали там аспиранты из университета это было добровольное бесплатное по-моему работа и я занимался значит весь 40 35 и 36 учебный год там в кружке и Костелянец там стал моим другом и все это была третья олимпиада она проводилась совместно до 9 и 10 классов и нет ничего удивительного что натасканные сильные мальчишки с этой научной станции и я в их числе стали победителями попали в 10 победителей третьей олимпиады все 10 потом стали докторами наук вот да а в 36 году позже в 37 открыли дворец пионеров в Ленинграде научную станцию закрыли и наш коллектив принимал математический кабинет мы считались сторожилы математики и нас спрашивали хорошо или плохо он оборудован он был оборудован в Месхарске там была стеклянная доска из шероховатого стекла и невозможно было стереть мел иначе как мокрой тряпкой и потом жди по кассу ну там стоял бюст Ковалевской ей и богу Ладыжинская сделала в математике много больше Ковалевской а если считать по всем женщинам мира то была такая женщина алгебраист которую Гильберт требовал ввести в ученый совет заявив что совет не баня и можно ввести женщину но она уехала потом от Гитлера и рано скончалась в Соединенных Штатах по мнению всех математиков и всех женщин она максимально сделала в абстрактной алгебре а Ладыжинская тогда вторая ну ладно и вот начался следующий вопрос кружки дворца пионеров ограничены это обычно два кружка каждый год принимается один новый преподаватель ведет два кружка а хороших школьников больше и самое главное что есть же талантливые люди я когда-то сказал Дмитрию Константиновичу что вот русский язык у людей сохраняет пребывание местности откуда Ольга Александровна выросшая в Калагриве говорит второпроизводная вместо вторая он говорит ну и я говорю неверно потому что я из Югного провинции в России много и люди родятся там тоже и вот встал вопрос как охватить этих людей и возникло два предложения двигателем этих предложений был вернувшийся без руки с фронта студент моего курса тоже сталинистый ярый член партии но защищавший например Чехословакию писавший в ЦК протест против вона Чехословакии он организовал заводчиную математическую школу рассылали задания всем желающим а студенты добровольцы их проверяли и вступали с ними в систематическую переписку по обновлению задач это резко увеличило и улучшило наборы будущего для университета и еще одно решили что надо вслед за московским интернатом создать интернат при университете и создали так называемый интерхол интернат номер 45 разместили ее в Петергофе чтобы было ближе университетским преподавателям и надо сказать что там училось много детей математиков которым хотелось поместить их в элитарную среду я там но мне доводилось там лекцию считать в каком-то вопросе самое главное что при этом отбирались еще хорошие учителя математики и наступил момент когда Георгий Иванович Петрушене умерла жена а сын переходил в 10-11 класс и было неясно куда сына отдать к этому времени дворец пионеров выродился в показуху они занимались изготовлением моделей которые можно показывать начальству и тогда Георгий Иванович выступил с идеей надо организовать внутри Ленинграда математическую школу и он нашел директор школы учительницу географии с очень химийным характером которая была когда-то активным членом партии была счетной комиссией по выбору делегаций на 17-й партиез и за нежелательный состав была посажена в концлагерь и была реабилитирована и была директором школы с огромным педагогическим опытом и она имела в своем распоряжении ни много ни мало то здание перед которым на львах сидел Евгений Толстой ай у Пушкина сидел Евгений сумасшедший великолепнейшее здание в котором при царе было третье отделение Бенкендорфовское но Горано было против к власти пришел Хрущев который считал что надо воссоздать квалифицированный рабочий класс и всем богатым заводам страны было верно построить специальные здания для ПТУ а школы ценились потому какой процент выпускников пошел в эти ПТУ естественно что там где математика была хорошо поставлена большой процент выпускников шел в вузы а не в ПТУ и такие директора осуждались и вот возник вопрос надо или не надо создавать эту школу этот вопрос обсуждался на уровне горкома партии и а я в этот момент простите был секретарем парторганизации в ЛАНИ меня попросили когда Хрущев пришел к власти чтобы я согласился сменить Александр Саныча Иванова сами партии давай Виктор соглашайся я понимал что партийное управление наукой немножко противоестественно и я считал что я должен свой паркбилет а я вступил в партию когда немцы взяли тихо мой отец провел в аркутских лагерях сначала два года зэком а потом принудительно оставленным на работу 16 лет я всю жизнь заполнял анкеты что мой отец сидел по 58 статье и вдруг когда немцы взяли тихо предложили всем вступать в партию моментально забыли что у меня папа по 58 лет и для меня подать в партию означало жест что я-то не сдамся и вот я сделал со своим паркбилетом как я горжусь три дела я участвовал в том чтобы отстоять здание ламина углу Невского и Фонтальки здесь огромную роль сыграли Фадеевы но активное общение с управлением Академии наук и с спорткомом лежало на мне во вторых я отстоял 239 школу не я главным образом Петрашин и третье я для заквачки бесплатно там преподавал ну просто чтобы показать манеру я затеял научную работу вместе со своим классом вы учтите класс был отборный в него приняли победители к тому времени были олимпиады пятых шестых седьмых из этого идиотства создали спорт а не любовь к науке но все-таки были дети победители олимпиад за прошлые годы с ними легко было они ловили все с полуслова они даже понимали если ты сильному человеку за безделье ставишь двойку в четверти как я сделал с сыном командующего городским военно-воздушным округом я этому веселому и умному парню который бездельничал в первой четверти поставил два и позвонил отцу что ваш сын очень умный и он кончит на пятерках но он сейчас бездельничает и я вас прошу в моем решении что у него в четверти двойка меня поддержать ничего кончилось хорошо я татья с ними научную работу это научную работу конечно кончал я она потребовала четыре года компьютерных работ от меня но первая начальная часть когда можно было считать дома просто так делалось активом класса они любили это и там есть ссылки она опубликована чья фамилия кто что сделал это классификация любых многогранников с правильными границами книга была издана переведена на английский в Америке и очень известно и там фамилии этих моих ребят и потом значит они своих лучших я им отдал часть трудского тиража и они значит награждали в следующие годы и в школе было два первоклассных учителя один из них с манерами учителя старой гимназии классический требующий а второй обожающий учеников обожающий преподавание умеющий преподавать алкоголик и я у него вел параллельно в его классе геометрию он ревновал ко мне учеников как ревную девушку а потом моя дочь попала к нему в класс и он думал ох профессорская девочка наверное ничего не понимает но она великолепно училась кончила на всех пятерках и я к нему приехал на дачу с бутылкой коньяку когда она кончила он сказал вы что думаете у меня нет он выставил вторую бутылку коньяку к утру мы ее одолели но уехать у меня уже не было силы я остался ночевать и вот эта школа нуждаясь было сперва два класса а потом они перешли в одиннадцатый два десятых даже было два новых они взяли еще добровольно лучших учеников проучителей среди них был Рыжик и среди них был его друг Окунев Рыжик отличался необычными качествами он был умен он был мастер спорта по шахматам он был турист первоклассный водил их летние походы и он знал методику он меня допрашивал Виктор Абрамович вы же никогда не изучали методику почему у вас удается преподавание я говорю я не знаю я люблю предмет и люблю учеников он говорит ну а в чем тут дело он мне прислал свою очень интересную книжку которая называлась 30 тысяч уроков он посчитал что он за свою жизнь его отчислили из школы из-за трагедии он вел по Кавказу группу и мальчик и в этого группы кинулся спасать в горной реке тонувшую женщину и потонул вместе с ней откуда было мальчишке интеллигентному знать что не на канате в горную реку бросаться нельзя его забрал себе Фистех который создал при Фистехе лицей и его поставили руководить этим лицеем а потом его пригласили в Швецию когда-то они изучали статистику эмигрантов в Швецию из России и убедились что наибольших успехов достигали люди не учившиеся у какого-то рыжика они хотели его увидеть с тем же вопросом его приглашали в Штаты Валерий Адольевич конечно он был в отделе и Дэви а не Адольфович а не Валерий Адольфович я и сейчас иногда с ним переписываюсь и вот я вернулся с фронта первое что я сделал я отстоял свое право учиться на третьем курсе потому что декан сказал мне вы ушли с четвертого курса вы можете доздать два экзамена их выпустили досрочно ну и в частности моя жена нынешняя доздала и увезла с собой по распределению учительницы в сельскую местность своих племянников двух жену своего двоюродного брата с которым жила рядом вместе и мать этой жены она успела дождать экзамены вот эти два получить диплом и выехать в середине августа а 8 сентября замкнулась Балкада и они остались живы благодаря тех кто она увезла так что когда я вернулся ну это можно не говорить личные вещи я успел жениться в январе 41 прошу прощения да в январе 41 и ушел на фронт добровольцем уже из авиационного института я мечтал быть прикладником должен сказать что из победителя олимпиады моего 36 года самым сильным был некий мальчик не помню его фамилия была не то Лурье не то Лурье он очень сильно заикался и сказал что я не могу пойти в университет после него надо преподавать а я захлебываюсь когда говорю он пошел в политехнику ну он остался умным таким он был умнее меня он стал сталинским лауреатом главный теоретик гигантского аликационного завода он не был он сразу попал в веще и вот я стал вопреки я сказал помилуй бог я не кончал третий курс я ушел в декабре не сдавая сессию первую на четвертом курсе а потом я одичал я просто бандит с автоматом рукам вот я сижу на вашем ученом совете и думаю как вы себя поведете когда я начну от живота стрелять мне надо вернуться мыслью в математику и я ходил слушал спецкурсы Маркова ходил на семинар Александрова где стал старостный семинар и решал все книги подряд все задачи из книги Натансона теория функции вещественной переменной вот чем я занимался когда вернулся с фронта вот я и я пошел в универсию в предложил свои услуги в дворец пионеров и вел там два кружка вы как раз очень здорово отвечаете на очень многие вопросы которые я хотел у вас спросить отдельно вот один из вопросов это вот именно этот каково было вернуться к математике к науке после очень трудно очень трудно но вот тем не менее в том поколении многие вернулись из ушедших кто выжил а вот сейчас если чиновников выбивают на 2-3 года армия просто он же очень редко возвращается во первых у меня была умная матч она к моему возврату уже в 44 году когда меня ранило она прилетела в Ленинград она была у отца в Котласе во время войны она очень крупный ленинградский адвокат член правления адвокатуры человек сделавший себя сам прилично зарабатывавшая она успела обрушенные потолки квартиры восстановить и когда я вернулся в 45 квартира была отремонтирована и она понимала что мне надо будет учиться она мне купила у мореха загранплавания на полгода абонемент питаться раз в день в европейской гостинице я был обеспечен раз в день великолепным роскошным обедом лучшего ленинградского ресторана моего моя жена к этому времени тоже новая тоже вернулась которая сейчас здесь к сожалению с болезнью алькдегеймера лежит была уже кандидатом наук она взяла на себя все трудности до башни я только учился я всего остального был освобожден я приведу пример других хороших удачных возвращений из фронта своих друзей в батарее у нас был разведчик батарейный значит наблюдатель артиллерийский по фамилии Зуль Пукаров он был из Азербайджана он вернулся не имея ни кола ни двора прожить на стипендию в Ленинградском авиационном институте было невозможно а вот был у нас он уехал в родной Дагестан не Дагестан как-то да это Дагестан Дагестан в Дагестан он вернулся и кончил нефтяной институт он стал директором всего треста дагестанской нефти и он был заместитель председателя всего совета правившего Дагестаном и о нем вот такая книга есть он рано умер о том какой это был замечательный человек и он один из создателей компании Лукоин как вот еще один еврей Рафаил Рафаил Харькин с моего курса довоенного механик он не был победителем олимпиад он завидовал нашей компании и старался за нами тянуться и очень хорошо учился и вместе с нами перешел в авиационный институт и он попал в отряд который должен был бороться с какими-то десантами они выехали лежали в поле в открытом поле им стал расстреливать немецкий самолет им запретили отстреливаться не надо себя обнаруживать что значит если солдаты лежат по всему полю он вернулся обратно в головное общежитие из этого отряда и всю блокаду из них создали бригаду по ремонту авиационных моторов часть бригады умерла от голода он выжил и он кончил авиационный институт и я его встретил после войны на нем были непривычные для меня орденские ленточки я его спросил что это у тебя за ордена он говорит это ну это октябрьская революция а это ну это орден Ленина просто а что ты такое сделал я я сделал всю систему управления самолетов серии миг начальникам моим давали за это героев соцтруда а от меня как от еврея откупались орденами а где ты сейчас живешь ну там же где все все конструкторское бюро или уж ил как Микояна это я не знаю Мик 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 а я сказал Ил прошу извинить меня Мик после этого я прочел газетную заметку что один летчик ставший миллионером и привыкший водить личный самолет приобрел Мик со снятым вооружением его спросили почему он это сделал он сказал потому что у этой марки этих самолетов самая лучшая система управления вот судьба нашего поколения к сожалению часть следующего поколения подготовленного всей системы этих школ ушла из математики чистой но она создавала компьютерную науку не пропали эти труды я на этом кончу спасибо сейчас на это мое отношение к прожитой жизни состоит в том что мне посчастливилось мне посчастливилось быть среди ученых по-настоящему культурных и любящих науку саму по себе то что в нас внушил нам на семинаре Александров глубочайшее ощущение самоценности науки самой по себе то что Александров потом говорил я уже не интересуюсь геометрией меня чрезвычайно интересует нравственность я уверен что наука несет в себе нравственность у него была такая установка о нравственности научного бескорыстия но это вопрос другой человек много сделавший имеет право больше получить от общества но он не должен на этом праве слишком настаивать он должен продолжать думать о науке вот моя точка зрения я был счастлив что мне посчастливилось быть среди людей так думающих во времена когда это мышление было естественным сейчас это труднее сейчас это труднее сейчас это если вы такой умный то почему вы такой бедный вопрос знаменитый американский могут задать человеку то не то что это